Люди, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька, кошелька как пользователя, так и налогоподвижения. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформиляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То через несколько лет будет строить миллионы. Сегодня можно приближать за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, не хронически число. Будет неполный технический день, когда он будет отвечать на все вопросы. Потому что очень большая занятость, очень серьезная, когда там работают. Я сейчас, как мы говорили, по плану именно технологии и ее отличия, я не скажу. Вот мы с вами это обсудим, проанализируем. И потом уже где-то через полчаса, минуту через 40 Анатолий Доварович подключится. Как раз ему есть что сказать по конструкторскому бюро, по ближайшим планам. И, в общем-то, по той работе, которая сейчас сделана и как будем двигаться дальше. Так, Ирина, у нас что с опросом? Давайте тогда запускать опрос. Значит, друзья, как всегда у нас, кто первый раз, кто не первый раз. Так, звук один оставьте. Это обычно у нас идет такое, то есть бывает, что интернет тормозит у кого, что идет и ролик. Зашел, нажимайте цифру 1 и, соответственно, ответить. Те, кто второй и третий раз, вы знаете уже, это обычная процедура для того, чтобы мы ввели статистику каждый раз посещения, сколько у нас новых людей, привет из Болгарии. Очень приятно, так сказать, это, в Болгарии у нас, по-моему, еще не было на вебинарах, но в этом. Вот, и мы специально в нем чат за где-то 10 минут до начала, чтобы вы действительно писали, оказались там коротко между собой. И, соответственно, еще наша просьба, это ставить регион или город откуда, чтобы мы тоже смотрели. Так, значит, дорогие друзья, 180 человек, у нас уже там больше 300, то есть больше половины не проголосовало. У меня особенно сейчас, друзья, те, кто первый раз пришел, мне очень важно, чтобы вы проголосовали. То есть вы видите перед собой сейчас табличку, написано первый, второй, третий. Вы нажимаете, какой раз пришли и ответите в нижнем углу этой таблички, чтобы мы ориентировались. Потому что очень важно сейчас те, кто приходит первый раз, чтобы вы в конце нашей встречи оставили представление, о чем идет речь. Потому что те, кто второй, третий раз и более, а у нас есть абсолютно уже люди, которые ходят практически на все вебинары, это одна категория людей. А очень важно те, кто заходят, чтобы те, кто только подключился, чтобы они включились в работу, поняли, о чем идет речь и, соответственно, продолжали дальнейшее движение с нами вместе. Вот, поэтому, ну вот, порядка, как раз у нас получается такая среднестатистическая, с учетом, что еще порядка 50-70 человек не проголосовало, значит, где-то 10-15 процентов у нас так и получается каждый раз приходят новые на вебинар. Вот, это хорошая, как бы, такая статистика. Хороший подход. Так, 345, значит, там порядка 100 человек не проголосовало, значит, ну, так и есть, где-то 30, где-то порядка 50 человек заходят каждый раз новые на вебинар. Вот, значит, опять же пришел, сейчас я вам несколько слов скажу о том, что программа Skyway у нас в еженедельном цикле строится таким образом, что понедельник у нас введение в программу Skyway, где мы как раз строим и даем основные экономические, технические понятия, что за программа, о чем она строится, какие цели, задачи перед собой ставят, кто является руководством, соответственно, программы, и даем основные уже научные икны, связанные с струнными технологиями, с технологиями Skyway, вводим такое понять SkyTech, инновационный центр SkyTech, который объединяет и двигает все это научное направление. Даем юридическую форму обоснования, показываем, каким образом создается краудфайдинговая, то есть инвестпроводящая система, которая аккумулирует средства от большого количества инвесторов и направляет по принципу проектного финансирования для реализации конкретного научного проекта. Соответственно, цели и задачи, которые мы перед собой ставим сейчас, это уже введение и создание сначала демонстрационного, потом испытательного и сертификационного полигона для трех видов направлений транспортной деятельности. Сегодня это перевозка грузов, именно сыпучих грузов, которые сегодня основной испытывает мировая экономика, это руда и уголь, это перевозка городских, внутригородских, соответственно, внутригородского транспорта, это низкоскоростной пассажирский транспорт, и это тоже очень большая ниша сегодня для всех мегаполисов. И следующее направление, это скоростной транспорт со скоростями порядка 500 км в час, это полная альтернатива среднемагистральным самолетам, которые перемещаются на расстояние до 3-4 тысяч километров, со скоростями, как я уже говорил, 500 км в час, но на порядок меньше с затратами топлива и, соответственно, с абсолютно другой экологичностью. Таким образом, наша компания, которая называется Eurasian Rail Skyway, то есть евразийская рельсовая небесная дорога, если дословно переводить, это регистрировано в Лондон. В Лондоне она имитировала большое количество акций, которые оплачены интеллектуальной собственностью, и, соответственно, сейчас через систему краудфайдинга и то, что мы сегодня реализуем, происходит трансфер. То есть интеллектуальную собственность оплатил инженер Юницкий своей интеллектуальной собственностью, соответственно, пройдя сначала оценку, а потом внесение ее в уставной капитал. Соответственно, дальше происходит трансфер акций, собственно, на тех инвесторов, которые становятся совладельцами технологий, которые получают долю в уставном капитале. Дальше сейчас по развитию нашей схемы, то есть мы выстроили сейчас краудфайдинговую схему, которая работает через ту систему, которую вы подключили, то есть это и личный кабинет, и сайт, и вся эта система сейчас функционирует. Дальше мы прорабатываем вопрос, как работать уже с венчурными площадками и с зарубежными инвесторами. Там есть определенные требования к уже юридической и организационной форме, и этот процесс тоже мы активно проходим. И с учетом того, что меняется сейчас, увеличивается огромное количество приходит новых участников и акционеров, то есть мы уже сегодня перешли за черту 4000 акционеров, соответственно, и огромное количество, Сергей Семенов завтра скажет, но вот последняя цифра, которую я слушал, там порядка 10 тысяч уже заявок, которые люди хотят подключиться. А с учетом того, что мы в середине июля запускаем еще региональную работу, когда будем в городах-миллионниках проводить региональные конференции, вот первую начнем такую в Москве, в начале июня, нет, в начале июля, там где-то 6-8 июля у нас будет конференция в Москве, где-то на 2-2,5, вот сейчас по предварительным оценкам будет участников. Вот, и дальше будем работать по городам-миллионникам. Задача такая, чтобы рассказать о программе Skyway. Цель, задача оформления, показать реализацию, показать перспективы. Вести эти конференции будет наш совет директоров, ну или там наши активные участники, которые входят в директора, это Андрей Хавратов, наверное, Сергей Семенов. Я буду обязательно участвовать во всех этих региональных конференциях. То есть, задача такая, чтобы запустить процесс, показать его серьезность и дальше, чтобы в регионе начала действовать вот такая своя, скажем, организация, региональное представительство, которое активно бы включилось в программу Skyway. Вот, потом мы договорились в середине июля у нас с Алексеем Суходовым, мы будем в Челябинске. Ну, а дальше график сейчас расписывается. Андрей Хавратов обязательно организует такую вещь в Одессе. Вот, для Одессы, для нас это особо очень важный такой момент, что мы сейчас, тех, кто подключился и знает нашу систему экономических вебинаров, что сейчас, в общем-то, там звучит три фамилии, и я привлек экономистов, которые работают, это Михаил Хазин и Михаил Делягин. Как раз это два специалиста, каждый в своей области. Если Хазин это теоретик и тот, кто показывает теорию мирового экономического кризиса, это история его и истоки его возникновения, к чему он сейчас приводит, какие дальнейшие могут быть пути развития. И как раз до встречи с программой Танснета, до встречи, когда мы с ним начали уже активно работать, как союзники, как коллеги, естественно, он давал путь развития, который, естественно, ни мы признать не могли. Это было с точки зрения науки неинтересно, он сам это признавал, потому что не было технологического решения. Но когда он познакомился с программой Skyway, с программой Транснета, он первый выдвинул такую очень интересную экономическую мысль, именно экономико-политическую мысль, о том, что пришло время континентальных стран, о том, что евразийская транспортная сеть Евраз-Транснет, это является основой экономического развития евразийского континента на ближайшие 30 лет, о том, что реализация сети Евраз-Транснет, это будет новый стимул для развития. Вот, соответственно, с ним мы нарисовали вот такую карту, это строительство порядка 10 миллионов километров дорог на ближайшие 20-30 лет развития евразийского континента, и, соответственно, отсюда стала рождаться целая теория, так называемая территория опережающего развития, то есть тех точек, откуда пойдет рост, и которые дадут развитие для целых государств, и для, в общем-то, образования государств в целом. И здесь как раз очень интересно, что юго-восточная Украина, то есть конкретно Донбасс, Кривой Рог, с запасами, то есть крупнейшими мировыми запасами железной руды, коксующегося обычного угля, то, соответственно, как мы как раз неоднократно говорили, и Анатолий Дуарович на своих технических вещах, когда он говорил о возможности строительства трасс, то они, собственно, будут ограничиваться только первое, это возможностями ресурсов, то есть сколько металла может пойти на путевую структуру, и, соответственно, машиностроение, которое может дать подвижной состав для этих трасс. Но так как это следующий этап в развитии, и как раз то, что сейчас, это Анатолий Дуарович вам расскажет, проектируется и делается, это настолько сегодня и проще в изготовлении, и в материаловедении меньше требует материалов, и очень проще в изготовлении, то количество изготавливаемого и подвижного состава, и, соответственно, трасс будет расти очень большими темпами. И, соответственно, сегодня мы можем только экспертно предполагать, с каким темпом будет строиться евразийская транспортная сеть, Евраз Транснет, то есть мы очень аккуратно, это наша согласованная цифра, которую мы даем, именно как команда компании Skyway, что примерно в первый год строительства, и в первый год запуска программы Skyway, то есть где-то через три года, когда будет заканчена сертификация, и на рынок выйдет уже сертифицированная продукция, которая будет уже строиться в конкретных точках для конкретных проектов, вот по нашему самому скромному оценку, по самым скромным оценкам в первый год может быть построена уже от нескольких сот до тысячи километров дорог. Соответственно, дальше темпы будут увеличиваться, и со временем, то есть если во всем мире за 20 век было построено порядка там 60 миллионов автомобильных дорог, то струнных трасс Юницкого, то есть Skyway и транспортная сеть, которая будет построена, она по нашим расчетам будет превосходить железнодорожную, автомобильную и трубопроводную сеть, которая сегодня есть, а это порядка 65 миллионов километров вместе взятые. Естественно, что это будет строиться не одномоментно, естественно, что это будет строиться постепенно, с нарастающими темпами, но как мы уже не раз говорили, пятый технологический уклад, то есть темпы развития интернета, темпы развития сетевой структуры, которые прошли за последние 20 лет, они показали, с какой скоростью, с каким темпом растет как раз сегодня построение информационной сети и как трансмет сегодня активно распространяется. Я вот сейчас был на встрече и шел обратно, мне позвонили на Skype, я шел по улице, разговаривал по Skype, по 4G, который есть, но он еще не так усиленно работает, но все-таки я могу сказать, что видеоизображение, видео это в центре Москвы, уже работает довольно-таки сносно, вот, уже счетчик показывает порядка там 20-25 в секунду, но это довольно-таки уже серьезная скорость, об этой скорости, чтобы мобильно, когда передвигаясь по городу, можно было так разговаривать, еще 5 лет назад это было невозможно, видите, сегодня мы уже подошли к реальной цифре, а у нас Мегафон уже утверждает, что они запустили там порядка 300 мобильных в секунду, то есть это уже серьезная скорость, вот, опять же, нам это сравнение надо, для чего, что 5, 10, а тем более там 20 лет, эти цифры просто казались нереальными, их невозможно даже было обсуждать, вот, а сегодня, когда специалисты инновационного центра стратегических развитий, который курирует вице-премьер Дмитрий Олегович Логозин, они как раз разрабатывают новое направление транспортировки сигнала, называется это «Нанофотоника», и как раз если взять их отчеты и посмотреть их утверждение, что в ближайшие 5 лет нас ждет, то они приходят к тому, что передача сигнала и до там уже терабайта в секунду, это становится по их утверждению вполне реальной цифрой. Ну и, соответственно, как я уже не раз говорил, мы подходим к тому, что основной проблемой сегодня для дальнейшего ускоренного развития информационной сети и транспортной сети, именно информационной транскоммуникации, это основа для транспортировки, то есть оптиковолокно. То есть сегодня существуют технологии для транспортировки сигнала на порядок дешевле, чем электромагнитная волна, то есть это световая волна, она требует меньше энергии и переносит большее количество информации. Но для этого нужна серьезная инфраструктура. И как раз наше утверждение, что SkyWay, то есть именно струнные технологии, которые лежат в основе SkyWay, они станут именно каналами транспортизации, именно каналами иммуникации для информационных потоков. И как раз наше утверждение, что Transnet – это визуализация, это серьезная как раз сеть, которая из виртуальности возвращается обратно в реальность, и соответственно она объединяет между собой информационную сеть, энергетическую сеть, то есть она будет являться и линией электропередач, и транспортной коммуникации как таковые. И соответственно, сейчас я специально это проговариваю на 90% то же самое, что было вчера, что сегодня, чтобы это у нас является основой конференции, которую мы будем проводить 7-8 июня в Минске для инвесторов, которые вошли на крупный пакет и готовы инвестировать серьезные средства и стать крупными акционерами компании Rail Skyway. Вот как раз в Минске мы проводим такую, ну не сказать закрытую встречу, потому что все-таки мы приглашаем всех, но мы специально подняли план по участию в этой конференции для того, чтобы приехали люди, которые сразу готовы принять решение, либо, находясь на этой конференции, дальше определиться, интересно им это развитие программы, будут они участвовать или нет. И соответственно, название это вторая международная конференция, первая у нас была 29 марта в Москве, и первая конференция, кто участвовал или кто знает, кто нет, войдите в наши архивы, посмотрите на сайте, она называлась «Технология Skyway. Русский прорыв», где мы четко показывали, что технология, которая подошла к сегодняшнему внедрению, то есть струнные технологии Units, которые сегодня выводятся под брендом Skyway, это технология, которая готова к промышленному применению, массовому применению, которая готова сразу закрывать практически все ниши сегодня мировой экономики, то есть это грузовые огромные потоки, в которых является огромный дефицит сегодня, это пассажирские перевозки внутригородские, это основная проблема сегодня расселения и мегаполисов, потому что тот, кто сегодня, я не знаю, как многие из вас в регионах, я по 4 часа, проводя сегодня в автомобиле, в пробке, это оживляя всего за 20 километров от Москвы, я могу сказать, что время струнных технологий, когда 20 километров будет проезжаться за 10-15 минут, я могу сказать, оно не пришло сегодня, оно пришло еще позавчера, поэтому нам необходимо эту систему сделать, то есть сегодня необходимо расшивать те проблемы, которые сегодня несут с собой мегаполисы, так как по оценкам ООН, за ближайшие 10 лет население мегаполисов увеличится всего на 3 миллиарда человек, то соответственно, эта проблема увеличится на порядок, экология, пробки, расселение, земля и так далее, и так далее, и так далее, и как раз все эти проблемы решает технология Skyway, она решает проблемы внутриуличного, точнее, внеуличного, внутригородского транспорта, который переходит на второй уровень, без отвода земли, делает очень дешевую транспортную инфраструктуру, с объемами перевозками, сегодня превосходящие в метро, при том, что метро сегодня, как наше московское правительство, заключает уже с китайскими компаниями по 3-5 миллиардов рублей за один километр, соответственно, конечно, мы можем абсолютно точно утверждать, что цена московского Skyway и одесского Skyway будет значительно меньше, я бы сказал, очень значительно, вот, и соответственно, третья ниша, которая сегодня готовится, это скоростные перевозки, так вот, на конференции в Минске мы подробно обсудим эти вопросы, там будут участвовать, там наш председатель совета директоров, это крупный бизнесмен, который вошел в нашу компанию, именно сейчас организует, менеджмент, участвует в реализации этой программы, и как раз дальше я хотел бы еще остановиться на как раз вопросе и акцентировать перед тем, как включится Анатолий Дуарович, именно акцентировать вопрос, как работает менеджмент, как работает краудфайдинговая и местопроводящая система, которую мы с вами сегодня создаем, и соответственно, которая сегодня функционирует, и дальше Анатолий Дуарович расскажет и покажет, как формируется КБ, как оно будет взаимодействовать, и основная мысль, которую сегодня нам надо до вас донести, чтобы вы сегодня четко понимали, что это один процесс, что система, инвестпроводящая систему, инвестпроводящую систему, которую сейчас отстроили, которая сегодня функционирует, она нужна только для единственной цели, чтобы реализовывать именно инженерное направление, потому что без этого направления конструкторское бюро, дальше полигон строительства, испытания, они просто не могут существовать. И соответственно, мы отчитываемся и показываем, и почему мы уделяем сейчас внимание о том, что этап работы прошел, Анатолий Дуарович сегодня показывает, что сделано. То, что для нас эта открытость сегодня очень важна, потому что, когда мы 4 месяца, ну, 3 месяца назад начали проводить первые вебинары и показывать, мы сразу просто... Перед вами вопрос о том, что мы сегодня формируем КБ, и оно к маю месяцу сформировано, должно начать работать и соответственно решать те задачи, которые ставятся перед программой. А естественно, без конструкторского бюро, без инженеров это реализовать невозможно. То есть мы можем с Хазиным и с Делягином бесконечно размышлять на тему экономики, политики, вывода, но пока инженеры не примут задачу, которую поставит генеральный конструктор, пока не реализуют это в чертежах, пока эти чертежи не будут размещены на производстве, пока не будут изготовлены опытные образцы, потом собраны в общие комплектующие для единой системы и не проведены испытания, это все будет оставаться пустыми звуками. И только когда все это будет сделано продемонстрировано, испытано и сертифицировано, вот только тогда это становится уже законченным проектом, становится. И вот тогда мы все объединяемся в систему, тогда и экономика, которую дает Делягин-Хазин, и о том, инвест-проводящая система, которая собирает акционеров и, как Хавратов говорит, показывает перспективы капитализации, накладываясь это все на технические решения и на технические возможности, тогда это все становится единой именно единым проектом, единым программом, результатом. И, соответственно, здесь одна часть без другой просто не может функционировать. То есть, создавать инвест-проводящую систему, привлекать большое количество акционеров, обещая им какие-то вещи, при этом не проводя научную и инженерную вещь, это просто невозможно. Ну и, соответственно, инженерная часть в данном случае это как острие кинжала, которая входит вот в это будущее, в новое, это которое именно реализует. Потому что, как всегда говорит Юницкий, все, чем мы с вами пользуемся, придумали инженеры. Не политики, не экономисты, не банкиры и еще неизвестно кто, а это все придумали инженеры. А дальше это реализовано и вокруг этого построен собственно бизнес, который и капитализирует интеллектуальную собственность. И как раз пятый технологический уклад четко показал, как происходит капитализация. Так вот, дорогие друзья, как раз от задач, которую мы ставим перед Минской конференцией, заключается в том, чтобы люди, которые, я вам сейчас сразу скажу термин, который мы переняли в бизнес молодости, мы сейчас с ними очень активно сотрудничаем, наши менеджеры проходят там обучение, Семенов вообще просто, так сказать, влюблен в эту систему. Так вот, они ввели такое понятие, как банка с огурцами. Мне это очень понравилось, потому что экономический смысл очень понятный, что если мы складываем перец, то через некоторое время все эти огурцы становятся сначала малосольными, а потом солеными, хорошим продуктом. Если мы берем туда свежий огурец, отпускаем, то есть кто только подключился, это вот соответственно те 50 человек, которые сейчас включились в нашу работу, то попадая в среду, которая уже пропиталась этим рассолом, который понимает, о чем речь, который ставит перед одними, перед собой цели и задачи, то соответственно свежеопущенный туда овощ очень быстро приходит до нужной кондиции, сначала становится малосольным, а потом собственно хорошим соленым продуктом, готовым к употреблению. Так вот, вот эта логика, чтобы создать такой некий клуб, куда приходят люди и общаются с теми, кто уже принял решение, и кто инвестирует в эту программу крупные средства, как раз и есть задача вот этого нашего такого клуба, который мы будем собирать в Минске, а дальше мы будем постоянно его развивать, и как раз через некоторое время мы абсолютно уверены, что возник такой элитный клуб инвесторов, куда будут входить наиболее крупные инвесторы или наиболее активные менеджеры, которые будут продвигать этот проект, то есть это и будет, скажем там, стержнем активного продвижения проекта Skyway. Там будут как раз и экономисты, будут и бизнесмены, и соответственно вот это общение, которое будет между собой, оно, мы абсолютно уверены, даст импульс для дальнейшего развития этой программы. Ну вот, дорогие друзья, значит, это все, что касается вот на сегодняшнем нашем технике и экономике, вот, тему, которую мы сегодня и заявили, которую я несколько раз уже проводил на прошлом техническом вебинаре и перед этим говорил, это как раз конкурентные преимущества и то, чем технология Skyway отличается от того, что сегодня существует. Но здесь после меня будет выступать Анатолий Даршин-Юницкий, то не совсем как бы это корректно сейчас говорить, я просто введу несколько экономических таких понятий, которые вытекают из всей теории научной школы, которую создал Юницкий и которую мы сегодня собственно реализуем и подключаем все больше и больше техников и экономистов. Она заключается в том, что сегодня при реализации шестого технологического уклада это как раз наша академическая наука дает, это дает Сергей Юрьевич Глазев классификацию укладов, он как раз разработал требования к технологии, которые должны соответственно стандартам третьего тысячелетия и 21 века. И соответственно и проблем и требования к транспорту и вообще ко всем технологиям, которые сегодня есть, это первая экологичность, экономичность, безопасность и дешевизна эксплуатации. То есть это основные которые должны сегодня реализовываться и любая технология, которая разрабатывается должна проходить через эту призму. И соответственно обратным счетом инженер Юницкий 35 лет назад задался вопросом а какой же будет транспорт 21 век, какие требования у него есть и он обратным счетом пришел именно к теоретическому пониманию, пришел к концепции струнного транспорта, потому что это из теории сопромат, предварительно напряженная струна, то есть металл, который обладает свойствами тягучести, при этом не теряя свои свойства, позволяет создать очень легкую и прочную эстакаду, которая может являться основой для транспортных коммуникаций. Это теоретическое предположение у него возникло 35 лет назад и соответственно потом в 20 лет он занимался разработкой дальнейшей этой научной теории, продвижением этого направления и соответственно достиг там именно как автор, изобретатель и теоретик этого направления. При этом были сделаны огромные, огромная работа в виде моделирования, в виде продувки в аэродинамических трубах и так далее и так далее и так далее. Вот после сейчас дорогие друзья это я все-таки еще раз для тех, кто подключился к нашей вот этой общей банке, кто первый раз это говорит, ну и соответственно это перед тем, как будет Анатолий Довадж говорить. Дальше, когда в 2001 году был построен первая практическая эстакада, это наш любимый ЗИЛ, уходящий в небо, то есть когда была продемонстрирована ажурная легкая прочная конструкция именно с напряжениями Анатолий Довадж меня наверное поправит, но насколько я помню там 600 тонн было внутри этих рельс натяжения. Вот, соответственно было продемонстрировано, что путевая структура очень легкая, пактная и очень прочная по прочности она превышает вантовый мост по СНИПам сделанным, может выдерживать вот эту нашу врату, которая изучала как раз изгибы, прогибы, натяжения, растяжения и так далее и так далее. И соответственно что для нас очень важно для нашей работы что в этот момент Юницкий из категории изобретателя теоретика научной мысли как мы говорим что Циолковского своего времени он перешел в разряд генеральных конструкторов то есть тех людей которые в состоянии сформулировать задачу дать коллективу именно сформировать под каждую задачу временный научный коллектив выдать ему задачу чтобы поставить тех задания чтобы этот коллектив мог разработать конструкторскую документацию дальше все это забрать и через определенные группы компаний разместить заказы на производстве дальше собрать все комплектующие в отдельности и сделать единое изделие и как раз эта функция только генерального конструктора и только генеральный конструктор который может дать направление связанное с путевой структурой с управлением с автоматикой с подвижным составом может распределить по разным коллективам эту задачу собрать ее воедино и реализовать единый продукт и вот как раз с этого момента Юницкий стал генеральным конструктором и следующий момент что для нас очень важно что нам позволило сегодня собраться здесь это когда уже из стадии генерального конструктора он еще перешел стадию генеральных менеджеров то есть управленца проектом который стал ставить задачи не только для конструкторов а ставил задачи для финансистов для тех кто занимается созданием краудфайдинговых систем кто может работать в интернете кто может работать на венчурных бизнес площадках и соответственно это абсолютно на наш взгляд правильный подход когда именно генеральный конструктор объединяет в себе функции и генерального управленца потому что на стадии развития проекта это является основной направляющей силой и как раз все примеры развития крупных проектов такие как космическая техника у нас в стране когда Королев получил функции именно генерального конструктора могут объединять и для сотен и даже тысяч производства ставить задачи это и пример НАСА где фон Браун который сначала делал ракеты для гидролитом американцы его перевезли к себе и дали ему гражданство потом стал там почетным гражданином всего чего только можно быть в Америке соответственно он также являлся генеральным директором НАСА он также ставил задачи также решал задачи только благодаря этому американцы смогли решить сложнейшую задачу полета на Луну так вот я считаю что ту задачу которую мы сейчас решаем она наверное на порядок важнее и на порядок серьезнее чем космическая техника чем программа полета на Луну потому что это чистая наука не имеющая к практическому применению очень слабое отношение и то что сегодня потрачено огромное количество средств и ресурсов на то чтобы осваивать космическое пространство с точки зрения экономики это сегодня довольно таки слабое решение если брать отдачу от тех инвестиций которые туда идут с точки зрения фундаментальной науки да это абсолютно серьезное развитие это абсолютно серьезная вещь и те арбитральные комплексы которые находятся на орбите их как раз надо рассматривать как научные станции научные базы которые нарабатывают опыт для работы в космическом пространстве для работы на околоземных орбитах которые могут длительное пребывание и людей и материалов и так далее нам это очень важно почему и это имеет отношение прямое отношение к той программе которую мы сегодня реализуем потому что инженер Юнитки всегда декларирует вопрос о том что следующий этапом за развитие транснета то есть именно наземной транспортной системы он собирается делать следующую сеть уже седьмого поколения то есть сегодня наука официально еще мозгами не может въехать в шестой технологический уклад а у Юницкого уже в голове решение по седьмому технологическому укладу то есть по той сети которая будет идти следом за транснетом но для нас это очень важно что когда мы видим задачи и горизонты следующего планирования то нам становится очевидным что про транснет то есть транспортную сеть которая сегодня работает без развития интернета было невозможно предполагать то есть как отдельные проекты да а как именно общая сеть общая логистика и общая континентальная то есть в данном случае внутри континентальная евразийская сеть она не могла существовать без понятия самой сети и только как раз герои пятого технологического уклада показали нам что такое сетевое мышление что такое сетевая логистика что такое сетевой сетевой бизнес что такое сетевая капитализация то есть капитализация фейсбука без такого понятия было вообще невозможно да и собственно как и дел и как apple и как всех сетевых компаний то есть они возможно работать только они возможно капитализироваться только когда возник сетевая идеология так вот точно так же сейчас мы ведем речь о сетевой транспортной инфраструктуре и транспортной информационной. И как раз задача наша, как менеджмента, сегодня это создать управленческий аппарат, управленческую команду, которая будет реализовывать этот проект. И здесь мы будем вам рассказывать, что мы будем делать и как мы будем двигаться. Значит, соответственно, ту команду, которую сформируют Семенов Сергей и Андрей Хавратов, это создание краудфайдинговой и венчурной капитализации, венчурного создания, привлечения инвесторов. Вот и дальше работа. А как раз Юницкий, как генеральный конструктор и генеральный менеджер этого проекта, он показывает общие задачи и решает техническую часть, которая сегодня и будет реализовываться. И, соответственно, как я уже сказал, и что сегодня, когда очень много задают вопросов, у нас сейчас много людей стало в офис приходить, как раз основной вопрос, который задают, это какие риски и что может быть основной проблемой сегодня для реализации этого проекта. И я могу сказать, что нерешаемых задач сегодня нет, то есть краудфайдинговая система и венчурное финансирование, которое мы сегодня запускаем и не видим, как она развивается. То есть абсолютно можно утверждать, что система начала работать, и она будет и дальше привлекать инвесторов и развиваться, и особенно с той активностью, которую мы сейчас делаем. Что с июня у нас будет до 10 вебинаров, до 3-4 региональных конференций по несколько тысяч человек. Соответственно, программа обучения, которую Андрей Хавратов очень блестяще запускает, и количество подготовленных уже менеджеров, которые будут в состоянии работать и объяснять, о чем идет речь, тоже увеличивается. Поэтому мы сейчас четко можем сказать, что программа к сентябрю очень серьезно окрепнет, встанет на ноги и выйдет на новый уровень. А это очень важно в том, что уже стоит на пороге большая когорта, как их Андрей называет, Хавратов, венчурных капиталистов, которые готовы вкладываться, но им надо, чтобы возникла инфраструктура, возникла система, и только тогда в эту систему они готовы входить. Так вот, к сентябрю будет закончено оформление, и эта система встанет и будет работать. Те, кто пришел на раннем этапе, то мы с вами, кто являемся акционерами этой компании, естественно, мы получим максимальную доходность, максимальную прибыль, а тот, кто будет входить с большими капиталами на следующем этапе, их доходность, естественно, будет резко падать, потому что количество участников не в количественном отношении, сколько будет инвесторов, а именно в денежном отношении, их будет намного выше, и, соответственно, доходность их будет резко падать. Вот, мы после этого готовим следующую программу, которая будет выводить капитализацию уже конкретных проектов с использованием технологии Skyway, но это можно будет делать только тогда, когда будет закончено проектирование всей документации на поле, и будет уже начата работа непосредственно в поле по строительству. Вот тогда параллельно этому мы можем запускать уже капитализацию и, соответственно, конкретных проектов, которые будут использовать эту технологию. Ну вот, если по блокам, то, дорогие друзья, на этом я хотел сегодня акцентировать внимание о том, что каждый блок, он по-своему очень важен, но основная, все-таки, для чего мы собрались и цель компании, которую мы сегодня делаем, это все-таки работа конструкторского бюро. И сегодня очень важный такой этап, что мы первый раз, и Анатолий Дуарович сейчас первый раз говорит о том, что конструкторское бюро начало работать. Если до этого мы работали над формированием, мы все по мере сил и возможности, естественно, основная задача была его, это сформировать, то сейчас мы дальше будем уже только смотреть и наблюдать за тем, как это будет работать, выполняя каждую свою задачу. Анатолий Дуарович, я все, давайте подключайтесь, я потом в конце еще несколько организационных моментов. Рад приветствовать вас в Москве, Анатолий Дуарович. Добрый вечер, Сергей Анатольевич, добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Наконец-то я могу общаться с вами со своего рабочего кабинета, со своего рабочего места, в генеральном конструкции. Это город Минск, улица Жанкова 27, 4-я Кроша. Литер, покажи, пожалуйста, как вы видите здесь. Сейчас мы покажем фотографию Литиса, где находится конструкторское бюро. Ну, пока там грузится. Ну, это важный этап, потому что без разработки рабочей документации на свето-поколение грузового, городского и высокоскоростного пластиковской лейт невозможно отчетифицируется, и великий чудо. Еще раз добрый вечер. Извините, что да, вот так получилось, только сегодня поставили эту технику, еще не отладили, вот первый раз о ней говорю. Это наш офис, 4-й этаж, весь наш, 328 квадратных метров. Так, дальше. Это центр Минска. Исторический центр Минска. Это когда фотографий будет проводиться долго, да? Значит, в этом офисе мы планируем разместить где-то 50-60 конструкторов. Мы укомплектуем к осени. Потом будем расширяться, потому что к концу года, для того, чтобы выполнить тот объем работ, который мы планируем, должно работать порядка 100 конструкторов. Вот это группа компаний Skyway, состоится в Риге в Республике Беларусь. 4-й этаж. Конструкторское бюро это основа нашего бизнеса, под что он без рабочей документации, на все это поколение транспортной системы, принципиально новой, инновационной, невозможно будет изготовить эту технику, сложнейшую технику. Потом построить полигоны, сертифицировать и выйти на рынок. Вот у нас уже конструкторы. Это уже ряд конструкторских бюро сформировано. На самом деле у нас не конструкторское бюро, а проектно-конструкторский институт, в составе которого будет 10 конструкторских бюро. Я потом схему нарисую, и конструкторское бюро войдет в состав этого института. Так, это дальше будет. Причем задача у конструкторского бюро очень сложная, потому что мы должны документации сделать очень сжатые сроки. Если говорить о грузовом направлении, то где-то 9-12 месяцев. Если говорить о городском, это 12-15 месяцев. Высокоскоростной 15-18 месяцев. Но мы справимся, потому что к нам идут самые квалифицированные конструкторы, которые есть в Республике Беларусь, в Минске. Почему именно Минск был выбран для размещения конструкторского бюро? В свое время, когда у королевства была задача кого набирать космонавты, сначала рассматриваясь варианты, что нужны инженеры, потом врачи, потом конструкторы, а потом Королев понял, что те, которые летают в митилях, о них и техническая подготовка, и здоровье, и так далее, все то, что необходимо для полета в космос. Это замглавы представительства в своем рабочем предмете. И тогда набрали первый отряд космонавтов, излетчиков, и через 3 месяца полетел Гагарин. Так вот, самая сильная школа автомобилестроительная, это в Минске. Если взять СССР, а потом СНГ, то самая сильная школа здесь. Она сохранена, в отличие от России. Причем, именно в Белоруссии выпускается та техника, которая нет и в России. Например, колесные тягачи. Это, представьте себе, машину, где 16 колес, все колеса поворотные, на ней лежит ракета весом 100 тонн, идет по болотам. Это производится, проектируется, производится в Минске. Здесь, в Белоруссии, производится белазы, аналог которых нет в России. Сейчас уже, по-моему, 350 тонн. Здесь выпускаются трамваи, троллейбусы, автобусы, автомобили, тракторы, грейдеры, скреперы. Это все колесный транспорт. Так вот, самая близкая по логике проектирования к конструирования нашей техники Skyway, небесной дороги, это как раз автобилиостроители, предпилотчики автомобилей. И они находятся здесь, в Минске. Поэтому представительство группы компании Skyway, созданное в Минске, здесь мы начали формировать конструктор Skyway. И поскольку эти кадры подготовлены, то мы сделаем высококачественную документацию, очень сжатые сроки, чтобы по ней потом разметить заказы, изготовить узлы, элементы, собрать все это на полигоне, где будут тесты участки в Литве, сделать опытно-промышленную отработку, сертифицировать, пригласить заказчиков и выйти на рынок. Вот вся эта работа займет три года. Так, поздравления. Мы поздравили с вами себя и вас, потому что наши акционеры тоже являются совладельцами вот этого конструкторского бюро. Потому что они пришли, инвесторы пришли в группу компании Skyway и все, что находится в группе с компанией Skyway, принадлежит и акционерам, то есть всем вам, кто пришел инвесторам. Сейчас я попробую нарисовать. но она не пропустила вручную вручную да вручную 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 Продолжение следует. 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 в том числе со скарочным переводами. Меньше длина не подходит, потому что половина пути практически намного гоняет, а потом половина пути проходит. В сегодняшний период, если взять высокоскоростные дороги, то они разгоняются, где-то 300 миллиметров, и у меня настолько это прогоняет. И возникла проблема увеличения этих участков, потому что в литве района они меньше развернуты, поэтому в этот участок приходит на придержку под район, она может согласовывать и в литве зареги. Потом мы от Толерской литве, где лица находятся в описании. Мы создали представительство Эхроничество Республики Городов. Беря сейчас и назову секунду. Так, не так, секунду. Теперь я попробую скукуру. Это фактический институт. Представительство. Оно имеет административный аппарат. Это и бухгалтерия, и близкие и афекционные отделки. Бухгалтеры. Попомню, кто генералный конструктор. Какой-то вопрос. Нет. Давайте. Продолжение следует. Здраво. Идет главный конструктор, который в основном системе. Он уже, это что тут работает. Очень полезен. Стоит. Он делал. я не предлагаю, но тут серьезный пункт, который я говорю. Это главный результат подвижного состава. Ему подчиняется оккультарский дизайнер. Четвертый дизайнер. Дизайнер не просто подвесил, но первый дизайнер должен вверх оболочку с основного модуля рейсового автомобиля визимуса идеально ровную гладкую с микронной точностью, чтобы обеспечить конец вот этого рейсового автомобиля. 0,075, но лучше, допустим, при центре рейсового автомобиля такого автомобиля очень дорогого и анодинамичного автомобиля в тот раз наш рейсовый автомобиль будет эффективнее по-диному, чем автомобильный автомобиль. Такой обводы и фокусы обвод делается в дизайнер. Это экскериет. Еще и экскериет, когда внутри надо сделать тоже салон, то есть салон тоже вписать. Водительское водительское будет и вся эргономика и дизайн внутри транспортного средства это будет рассмотраться в городе. Дальше идет какой-то сделан компоновки. Очень важный дробь. Где надо скомпоновать всю машину. То есть вот есть оболочка в эту оболочку с учетом кончились стены, с учетом из-за того, что там есть стекло, степление, и это тоже так сказать работа дизайнера. Есть отсек двигатель. Здесь находится водитель, двигатель, водитель, водитель, системы, системы управления. и дать разнесло машину по колоссам. Все колоссы до кабинального закрепления. Следующий у нас этот бюро. бюро. Да. И я должен сказать, что эти корпоративные бюро будут работать во всем самоуправлении. Клозовой, Городской и Высокоскоровской. Клозовой позже будет в сентябре. Тогда позже будет в сентябре. несущая конструкция декорама. Сама оболочка тоже была несущей долговечность собственно прочность долговечность машины на рейс-алтабиле можно видеть в определенном обороте но он будет строить бюро. Это несущая целовая часть, на которой разрешены все ремонты здесь алтабилы. Следующее это УВ-шасси. это колеса, это подвески и то что связано с движением и последнее это кодель силовых патриотов. Кодель силовой патриотов. Это то, что приводит к машинному движению. У нас есть варианты когда стоит генератор с энергией по продвижению. Есть варианты с контактной сети и подаем мобильники. Есть варианты контактной 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 контакты. Это часть работ которую надо сделать для доводить машину полосовки. есть еще 콘ктерм с немец работ на подвижном составе. Мы видим новый маршрут транспортную систему. В том числе на радио структуры, складывающие переводы станций, лазбаром и так далее. Там у нас будет электриков определенного роста электронической энергии, там будут инфрационные линии. И вот на пересвечении всего этого еще создан инфраструктурский бюро, которое начинается в инфраструктуре. Вот такая оснастка. Там будет очень много оснастки. Очень много оснастки, в том числе технологической оснастки. Как рассказывать, допустим, как ее наклятить, как строить, как формировать скромный рельс, как опоры размещать, как делать фундамент и так далее. И где должна быть технологическая оснастка. Кроме этого, есть еще следование, которое мы должны привести, чтобы этот локоть будет создан в Барево. В частности, мы должны закрыть еще воспитательное оборудование для наработки на отказ заморозки колеса с рельсом. Проградить износы, проградить. Мы планируем меньше миллионных километров проградить колеса. То проградить, как работает подъездка. Здесь, если есть боковая нагрузка, например, микровая нагрузка. Если есть загрязнение в контакте, там, снег, брошь, там, листики попали тогда в контакт. То есть, по растягке, в порядке остального профсидента, после 65-го часа, при попадании в другую другую контакту, будет туда. Мы предположим, что вопросы следуют на кроме оборудования. Потом, для того, чтобы гарантировать 100-летний сок службы трудовой скульптуры, так как у МОСОК, у МОСОК, у капитальных МОСОК, мы должны испытать часть, циклической структуры на циклическом владеющей нагрузки. Для того, чтобы утверждать, я, по-прежнему, была верна, что как у вас структура, как стоит в 100 лет, в ее сок службы, должно быть не менее 100 миллионов цикловных грудей. Мы на опытном участке, мы не сможем такого приза на цикловных грудей взять, но мы это делаем на стыне. Ускоренное испытание. И за полгода мы наработаем до какого-то количества цикловных грудей. И вам утверждаю, что то, что он на полигоне, постарит в 100 лет. Это как раз возле ВКД. Потом есть ВКД регенерных расчетов. И так подлинной состав. Как дорога, отбор, микрострукловая, подбираются с волонного креста. Поэтому все, по сути, элементы, должны быть рассчитаны на площадь, какие там напряжения возникают. Как поведет себя металл, в том или другом случае. Допустим, при воздействии, для правовой нагрузки, в том числе, для данной местности, где будет скоростью дорога. Как поведет у себя дорога, когда будет 0,60, если она будет пословлена в Сибири. Или там плюс 0,60, если это будет пословлено, в том числе, на берегу солнца, где будет лаборатория, в том числе, в том числе. То есть, вот эти все элементы расчеты, исследования, в том числе, на площадке расчеты именебуса, рейсового комбина, как поведет себя рама, как поведет себя, как детство, и есть, когда элементы из них, это волонка конкурта стабирования и элементов расчетов. Потом, конкурта стабирования. Система управления. Система управления – это не только подвижным составом, не надо управлять, и часть системы управления будет находиться в самолётном составе. Основная часть системы управления будет находиться на трассе, в частности, на станциях, вокзалах, депо, и так далее. То есть, на наших транспортных системах. Поэтому, конкурта стабирования системы управления будет обрабатывать систему управления всей транспортной системы, всем комплексам. Потому что, представьте, допустим, основная дорога примерно тысячи километров, и на расстоянии два километра скоростнее рельсного комбината. Значит, вот, на трассе 600 штук в одном направлении, 500 в другом. и вот этим процессом движения безопасного. Чтобы были безопасные расстояния, чтобы были вказовая скорость, что в нём раскладное минус, подписываясь на переводе, где, когда ноль будет отключаемость, ну и так далее. Вот, система управления была создана на условиях. И, последнее, это Это инфраструктурное оборудование. А вторая система складывается в основном инфраструктурном оборудовании. Это оборудование станции, вокзала, сухо и так далее. И потом, в проекте, это оборудование будет заниматься как только сухо и так далее. Это вот такая сухо предсказательство из фронтеля. По сути, делая это проектно-корректический инстинкт, который должен быть в документации на тестовое участие СКВ, а потом на этой базе, на серийную продукцию, которая потом будет произведена в 20 сентября по всему миру. И эта работа началась. И сегодня мы вот уступили к этой работе. Я не знаю, как там слышно было. Вообще поняли меня или нет. Хотелось бы обратную связь. Если что, я могу пояснить подойдут. Так, микро. Что вы видите? Ну, видите. Обратно связь, потому что я даже не знаю, хорошо вы слышали? Ну, понятно, да? Ну, понятно, да? Ну, можно ответить. Давайте. Давай представим 것이 сороков. Это они им отвечают. Поэтому многие вопросы, начальные вопросы, они все не так важны. Я не знаю, тут есть про инвесторов, что они ушли 100 тысяч рублей и так далее. Это их право выбора. Не захотели стать инвесторами, пусть не приходят. Кто-то не приходил инвесторами в Макрософт. Ну и что, это их проблемы. Пожарные поезда будут, но вообще-то будет и спецтехника двигаться по нашей системе. Там, естественно, будет и скоро помощь может двигаться, и пожарные машины, и любая другая спецтехника, которая в будущем будет создана, и это будет создано как градусы этим государственным дыру. Замково 27, улица Замково, дом 27. Это недалеко от центра, в историческом центре, в очень хорошем месте, в Минске. Сейчас сотрудников уже, если взять всех, 12 человек. Это мы сделали, ну, буквально за 10 дней. Естественно, есть инертность набора кадров, нельзя спешить, нельзя просто набирать людей. Мы собеседование ведем, мы смотрим, где они работали, даже задаем там тестовые, примерно поступления там в Академию. Вот даже задачи по сопромату, и если конструктор не знает сопромата, то как он может нормально конструировать технику, хотя он может быть и работает 20-30 лет и что-то подобное делает. Он сможет спрактировать ту технику, которую мы даже спортируем, которая легче, допустим, если взять удельный вес, он легче вагона от железнодорожного вагона, он должен быть 10 раз. Сейчас железнодорожный вагон, взять купейный вагон, там около двух тонн на пассажира, с учетом, ну, две тонны металла. А если с учетом взять электровоза, локомотива, то будет 2,5-3 тонна на одного пассажира. А у нас рельсовый вагон на одного пассажира до 200 килограмм. То есть, представляете, сделать полегче в 10. И мы знаем, как это сделать, и поэтому, естественно, оптимизировать, допустим, раму несущую, корпус, который тоже является несущим. Даже стекло надо учитывать в расчете прочности несущей конструкции. Вот если взять современный автобус, то стекла вклеивают. И стекло с учетом клея включается в работу рамы, реконструкции. Если убрать стекла автобуса, он развалится под нагрузку. Потому что стекло увеличивает жесткость каркаса в три раза. Естественно, на сторону этого все учитывается. Вот и расчет начать делать даже клея, которым стекло приклеивают. Так, какие условия приема на работу в качестве? Ну, в Литве дела обстоят нормально, мы движемся, потому что тоже нельзя мгновенно найти участок земли, нельзя мгновенно отвезти его и приступить в строительство полигона. У нас сейчас есть поддержка в правительстве. Вот сегодня была встреча наших сотрудников литовской компании с руководителями парламента Литвы. И организовываются, сейчас организовываются встречи с премьер-министром. Уже два вице-премьера нас поддерживают, правительство Литвы. Министр транспорта лично занимается поиском, ну, министр транспорта Литвы, поиском участка земли земли. И по нашим данным у меня уже есть предложение трех участков. Трех участков земли. И мы должны сейчас, вот я еду сейчас в Литву, согласовать вот этот или этот или этот. Потому что условия получения участка земли совершенно разные. Есть варианты, где надо платить миллион долларов за гитару, а нам надо порядка 30 гитаров. Это всякие частные там земли. А есть варианты, когда государство дает бесплатно. В течение пяти лет ничего не надо платить. А потом аренда земли за 9 лет из расчета 100 долларов. Поэтому, естественно, мы будем принимать вот такие варианты. Поэтому работа в Литве идет, и она идет, в общем-то, планомерно по графику. Мы для уже ближайшие 2-3 недели должны выбрать участок земли и начать оформление уже на нашу литовскую компанию, которая входит в группу компаний SkyWay. И уже потом, понимая, где находится земля, мы уже для нее начнем проектировать сразу же тестовый участок. Потому что надо расставить опоры с учетом рельефа, надо варианты трассировки, потому что нам не дадут линию, допустим, вот там, дадут коридор, километр отшивной, надо по этому коридору пройти оптимальному обозу. Там и сабры сейчас, с озера, болота. И можно трассировать так, по другому не по третьему. Об этом работу мы должны провести, опять же, прооптимизировать, как положить высокоскоростной тестовый участок. Но для этого надо отвести землю и понимать, где мы будем строить этот тестовый участок. То есть эта работа ведется. И где-то уже к осени земля будет отведена, и мы начнем проектировать вот эту базу, от которой отойдут, выйдут эти три тестовых участка. На этом базовом участке будут построены площадки для стендовых испытаний, в том числе в условиях атмосферного воздействия, чтобы зимой и летом, когда испытывали колесо, взаимодействие колеса и рельсы, в естественных условиях, чтобы испытывалась путевая структура в естественных условиях. И краудную местную платформу по ввлечению инвестиций именно в Скайвуд. Это мы планируем сделать где-то. Но это плановая работа займет где-то, ну, вот в этой части порядка, где будут производить нужные конструкции. Ну, если взять путевую структуру, то основные элементы это высокопрочная проволока, которая используется в качестве моторы, в строительных сооружениях моста, висящих ванк и так далее. Эту проволоку производят десятки предков. Они производятся на Украине. Например, хорошая проволока производится в Гарциске. На Украине. Она производится в Германию, в Австрии, в США, в Китае и так далее. Поэтому мы выберем откуда цена-качество, какая лучше подходит и там будем приобретать. Это производится в промышленности. На Украине. Второй важный элемент путевой структуры это прокат. В основном будут использоваться прямоугольные трубы размером порядка 100 на 100 миллиметров с толщиной стенки типа ногель, гадлаз, это оттавая сталь. Опять же эти профили производятся в разных странах, в том числе в Европе, в Германии, в Австрии и так далее, что близко к тестовым участкам. Опять же вопрос цена-качество. Эти исследования мы перейдем и будем знать, где мы будем приобретать. Потом важным составляющим элементом, где к путевой структуре будет бетон. Он будет производиться на месте. Опоры. Есть варианты у нас металлической опоры, остальные. Есть варианты железобетона. Если они будут железобетонными, часть опоры может быть такая, часть такой, то эти же опоры будут разведены на месте. Подвижного состава, наше конструкционское бюро, которое мы создали, начнется компоновка, она уже началась, и когда будет скомпонованно грузовое направление, в первую очередь подвижного состава, городское и высокоскоростное, и будет понятно, какие элементы нам нужно ставить, какой двигатель, какой мощности, какой электродвигатель, или великолепное сборание с автоматической коробкой иначе, если говорить о скоростном модуле. Вот мы все-таки примем решение с контактной сети, выходите с первым проектом, либо без нее, там уже свои элементы. Когда будет принято решение, это будет в течение ближайшего полугода, в полугодии, то уже будет понятно, к каким поставщикам надо обратиться для поставки этих элементов. Они могут быть в Германию, они могут быть во Франции, могут быть в Японии, могут быть США, могут быть в России, могут быть в Гоноруссии. У меня нету, у меня погас экран. Поэтому по поставке у нас будет рабочая группа специалистов, чтобы вести переговоры с поставщиками оборудования. И мы опять же, исходя из критерия цена-качество, причем у лучших мировых производителей, будем закупать то оборудование, которое мы возьмем, то, что выпускается промышленность. Но есть то, что мы будем производить сами, допустим, корпус, каркас, это мы сами можем, допустим, заказать из-за заказа тоже пластиковая оболочка, тоже можно заказать тоже в Беларуси, это недалеко здесь. Поэтому вся машина будет частям заказана, либо приобретена там все эти элементы у лучших производителей, потом все это будет собрано на нашем полигоне, в том сборочном цепи. А дорога будет построена на месте, как строят мосты, привозят элементы и потом на месте все это собирается. Потом подвижной состав уже будет размещен грузовой на грузовой трассе, которая будет построена, городской на городской, городской на скоростной. И начнется испытание, на что начнется опытная промышленная отработка. При этом в том время будет понятно, допустим, как ведет себя колесо и вес, потому что у нас уже стенд, на стенде колесо набежало миллионы километров. Не буду вам знать, что, допустим, при 2 миллионов километрах уже достаточно большой износ у колеса, его надо менять. Мы уже будем знать в регламентах, что при пробеге 2 миллиона километров колесо надо менять. И это тоже нужно в 10 секунд. Потом, допустим, даже сетификация. очень важен уровень шумов и движений в сфере но я хочу помочь цена вот я не буду есть более значимые которые общую картину рассказать а не какой то частный вопрос и те же шумы если у нас будет большой шум как уже с дороги где за два километра нельзя спать потому что у нас мы должны стоять десяти метрах от дороги и не слышать как едет в минус это опять же эти вопросы мы отработан на стендовом когда тоже мы закажем там где почитаем нужно в беларуси в россии в дальнем зарубежье и все это потом будет отработано на тестовых участках и после этого уже можно сертифицировать это процесс будет параллельно тоже синтезикация тоже занят она будет где параллельно где-то порядка полугода не меньше и после этого уже можно пробежать заказчиков демонстрирует работающие системы подпишет контракт сегодня у нас контрактов предварительных на 100 миллиардов долларов вот когда мы покажем в течение двух лет и покажем с теми характеристиками транспортной системы о которых мы говорим вот эти заказчики больше ста подпишут в течение нескольких дней вот эти все контракты уже может пойти в педоплата где 10 процентов то есть образно говоря в один можем заработать 10 миллиардов долларов когда это все покажем заказчик при этом у нас есть серьезный сильный мы нажимаем в группе компаний и к этому времени мы подогреваем рынок и еще появятся сотни заказчиков к тому времени тоже будут готовы подписать контракт вот тогда начнется бизнес то что мы сейчас делаем это не бизнес это мы делаем технологии и ее сертифицируем и вы инвесторы приходите вот сюда и становитесь акционерами в группе компаний и совладельцами технологий а потом эта технология уже попадет во все адресные проекты по всему миру и будут тысячи тысячи и тысячи проектов в городских 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 не будете иметь долю вот в том бизнесе в адресе проекта через технологию сертификация это не надо многие пугаются вот это слово сертификация ничего сложного то они не сертифицируются вообще ни один мост ни одна стакада ни одно здание не сертифицируют они строятся по-другому берутся сертифицированные сырье материалов бетон, цемент, арматура опалубка и строится здание или мост причем строятся по четежам которые проходят из пяти при этом естественно при проектировании эстакады рельсо-струн мы это же эстакада транспортная эстакада в России в Беларуси в других странах действуют строительные нормы мосты и трубы по ним проектируются все мосты все эстакады и ну не исключение мы берем этот СНИК и по нему и проектируем все нормативы есть и мы вписываемся в эти нормативы никаких проблем нет поэтому мы делаем документацию на пестового участка я не буду вставать проходим экспертизу документации в Литве потому что полигон строит в Литве это не проблема потом получаем разрешение на строительство строим нанимая опять же стоит организация которая имеет лицензии на строительство стакана но нельзя сами они строят в том числе все актируются акты скрытых работ и так далее как фундаменты как там сваи забиты когда будет построена создается комиссия которая принимает объекты для этого идет проверка соответствие то что построено документация если в документации сказано что допустим ровность пути на 50 метров должна быть плюс на 100 надо чтобы такая ровность была иначе мы не обеспечим высокую скорость 500 если в документации сказано что деформативность пролета под нагрузку 10 тонн 50 метров будет 4 миллиметра значит нагрузка проверяться 4 миллиметра ну и так далее значит эстакада построена соответственно документации и подписаться о вводе этого объекта это то что касается дороги она не существует если взять подвижной состав то это аналог автомобиля автобуса трамвая на колесное транспортное средство опять есть нормативы ООНовские то есть ООНовские европейские нормативы США России и Белоруссии где мы работаем и опять же когда мы будем проектировать подвижной состав с помощью КВН о котором о котором я рассказал то мы будем закладывать самые жесткие нормативы которые действуют в мире причем надо думать что у них какие-то страшные нормативы вот дверь должна быть примерно не менее 900 мм шириной для того чтобы въехали инвалидное колесо ну зачем нам проектировать дверь уже ну если нам шире миг 20 почему этим нормативам соответствуют если нормативы скажут что посадочная должна быть не более 200 мм то почему мы должны делать выше мы сделаем вообще без ступенки ход пол в пол какая ступенька если нормативы скажут для того чтобы сидеть и читать если должна быть освещенной вот на уровне лица такая столько-то плюс ну если нормативы скажут что нельзя с горючим материалом то почему мы должны делать с горючим материалом естественно мы делаем с горючим материалом ну и так далее мы все требования при проектировании самые жесткие эти требования будут соблюдены поэтому пройти сертификации нет никаких проблем вообще никаких проблем при этом мы будем сертифицировать по международным нормативам в Европе и до документации мы тоже будем адаптировать вот я потому что там будет и потом и это не как это полет это понятно почему это у нас не упадет это колеса это станок и сок катится по 200 лет от первых паровозов никаких проблем поэтому мы все сертифицируем и к тому времени вот в течение трех лет когда мы прогрессим заказчикам все вот эти тесты участки в комплексе и сходствуют по работе через так как любая дорога трех ремонт заслужения как будет производиться замена ремонта участка полотна у нас нет полотна вы знаете вот представьте мост и говорите как менять пролёт по вы знаете и оборудов стоят сто лет его надо ремонтировать и дефекты устранить красить чтобы не было коррозии а он распортирован мотивом для того чтобы он стоял сто лет стакана то если теоретический акт то если взорвут самолет то что с ним делать как его ремонтировать а если взорвут дорогу то есть поврежденный час это тоже не проблема причем наша система она вот редшестронная эстакада самонадежная из всех возможных вариантов строительной конструкции и там есть простые простые объяснения если взять допустим долговечность струны основной несущей то по тем нормативам которые есть мы можем сказать что она простоит тысячу лет почему потому что она находится статическом состоянии она где на 1 нет потому что проводка до 10 тысяч килограмм квадрат в сетимет а запасу мощности до до есть нагрузка то напряжение на 10 килограмм квадрат в сетимет это одна десятая процента то это конструкция находится в статике она не динамике а статические конструкции станут как башня 150 лет она с 1000 лет поэтому не надо будет ремонтировать исходя с этой очень и поскольку струна набрана не с одного какого-то элемента как есть это моноконструкция любая царапина на любой она ломает у нас сотни проволок каждый из которых работает независимо это будет стоять она не уходит если в канатной дороге добром зарогатки перебить или с ружья перебить 10% провода канат на дороге ну честно говоря я знаю только два случая когда канатные дороги выходили из строя вот по этим причинам один раз самолет а второй раз там обрыв посмотрели за канатом произошел и встречи с вами с канатной дорогой вот третьшеструнная стакада надежнее ну наверно в тысячу 10 тысяч поэтому в первом случае греческого акта это нужно очень постараться чтобы вывести стакады и строить но если кто зайдет значит надо этот участок иметь вот анкер на опор до анкер на опор ну это было редко и вообще там мало и я объяснил но мы будем брать нормативы я сказал что СНИП есть аналоги во всех строжских требованиях которые существуют в мире в Европе в Америке в России в Белоруссии в Австралии и так далее есть аналоги нормативы если допустим как проектировать мосты допустим металлическая конструкция и если идет нагрузка идет нагружение меняется напряжение в конструкции и а нагрузка следующая 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 так миллионы цифров в результате из этой циклики идет усталость и потом он разрушается в других странах есть одни методы оценки и другие во первых стран через размах напряжения то есть в Сталии размах напряжения нагрузка нет нагрузки должен быть не более 1600 килограмм на квадрат цикл я назвал цифру у нас размах напряжения стоит 10 килограмм на квадрат цикл допустимо 1600 любым мировым нормативом это удовлетворяет то же самое там бетону сварим швам есть определенные требования мы берем самые жесткие и чем еще запасы я не вижу здесь проблем так что там считаю по-настоящему вниманию нет мы не повлияют мы политику не занимаемся мы не политики я спасибо что кто-то это не 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 спасибо до простые люди могут приехать на полигон и прокатиться прокатиться полигон это участка туристам там как бы кататься не очень но если это место говорит то почему не прокатиться то что он вложил и деньги и время там частично своей души тоже в это вот дело конечно продатель если на место акционер тем и продатель бесплатно вот на первых трансформе в германии сименс катался за деньги мы бесплатно акционер естественно мы будем открыты и наш бизнес прозрачный это естественно безумно что давайте по времени просто замечательно все видите как соскучились когда вас давно нет вот поэтому когда просто не говорящий голос а то тут теоретики то хазины то мы так сказать все выступаем хочется чего-то живого настоящего услышать так что очень замечательно вот но как мы договорились еще друзья тут такой вопрос мы будем делать конференции то есть в Минске как раз уникальная возможность что можно пообщаться с Анатолием Эдуардовичем там напрямую так сказать это тоже такой вопрос так вот сейчас давайте в конце опрос проведем который есть сейчас для тех кто остался чтобы как по результатам вот куда а вот он опрос так есть ли информация в последующей конференции в Москве да сейчас как только закончим с Минской конференции будет по Москве вот и соответственно друзья как мы договорились вопросы которые еще возникают вы задавайте в чат там очень много ответов которые нет тогда уже непосредственно на сайт Анатолием Эдуардовичем я думаю что мы будем готовить вот такая сейчас уже техническая вопрос как начал рисовать это конечно очень интересно когда он и говорит и выступает я думаю что там раз в месяц или там раз в три недели мы будем все таки видеть и он будет уделять время для того чтобы с нами работать да Анатолием Эдуардовичем раз хотя бы там раз в месяц раз в три недели а ганитуры мы хорошую возьмем первая ну первую блин ну первую блин как всегда ком да хорошая ганитура будет я обещаю все будет так что ну все Анатолием Эдуардовичем тогда спасибо на связи тогда спасибо всем всего доброго удачи кто был с нами доброго